Еще раз всем добрый вечер. Сегодня у нас с вами среда 17.00, а это говорит о том, что мы с вами находимся в прямом эфире, который посвящен ответам на ваши вопросы. И сегодня мы, дорогие коллеги, будем с вами, дорогие коллеги риэлторы, будем с вами разбирать вопрос, почему у риэлтора не получается зарабатывать от 150 тысяч рублей в месяц на регулярный осмотр. Но из чего бы я вообще хотел бы начать, почему я написал эту цифру? Во-первых, по одной простой причине, потому что она реальна. Что такое 150 тысяч рублей? Это, в принципе, у кого-то одна сделка с комиссией в 300 тысяч рублей, у кого-то это две сделки. Все зависит. Если мы работаем сами на себя, то, естественно, комиссия в 150 тысяч рублей – это не такая большая сумма. Если мы работаем на компанию, то в компании нам отдают 50%. Я говорю про большую часть компании. И я записал 7 основных пунктов, которые я хотел бы с вами обсудить и сказать, по какой причине риэлтор не зарабатывает ежемесячно на регулярной основе 150 тысяч рублей. Первое, на что бы я хотел обратить внимание. Нет понимания, как работает бизнес. Что я под этим подразумеваю, что нет понимания, как работает бизнес? Во-первых, дорогие коллеги, важно понять, что риэлтор – это не семиногий многорук. Вот, по-моему, вот так. Или не семирукий многоног. Суть заключается в чем? Риэлтор – это человек, который оказывает услуги собственнику объекта недвижимости по продаже его квартиры, не важно, не важно любого объекта недвижимости, а покупателю по подбору объекта недвижимости. Что, о чем это говорится? Смотрите, когда мы оказываем услугу собственнику, наша задача сделать так, чтобы привлечь на этот объект недвижимости покупателя. Грамотно показать этот объект недвижимости, провести презентацию и закрыть покупателя на то, чтобы он принял решение передать задаток и в конечном итоге подписал договор. Когда мы выступаем в интересах покупателя, наша задача сделать так, чтобы в короткие сроки найти объект недвижимости, правильно и в интересах нашего покупателя провести торги так, чтобы по максимально низкой цене можно было купить этот объект недвижимости. Все. На этом наша услуга заканчивается. Дальше. Риэлтор – это не ипотечный брокер, риэлтор – это не юрист, и риэлтор – это не менеджер по маркетингу и привлечению клиентов. Нет, к риэлтору это не относится вообще никаким образом. Да, уважаемые коллеги, которые работают так же, как я, с 2002 года, мы тогда были и юристами, и брокерами, и рекламщиками, мы были абсолютно всеми. Но раньше без нас покупатель эту квартиру в принципе купить не мог, потому что рекламных площадок не было. Продать человеку тоже было гораздо тяжело и сложно. Этот бизнес только входил, набирал обороты. И тогда мы делали все. Сейчас есть отдельные люди, которые занимаются ипотекой. Есть отдельные люди, которые занимаются оформлением. Есть отделы маркетинга, которые занимаются маркетингом. Задача риэлтора заключается только в переговорах. Правильно принять телефонный звонок. Правильно пообщаться с человеком и донести ему информацию, какая должна быть цена. Поэтому раз мы занимаемся чужими какими-то делами, мы бегаем с оформлением, с юристами, мы бегаем с ипотечными брокерами, такого быть просто-напросто не должно. Это одна из основных причин, почему мы тратим время не на то, чтобы зарабатывать, а для того, чтобы выполнять какую-то чужую работу. И смотрите, дорогие коллеги, очень часто получается так, что за юридическую составляющую и за брокерскую составляющую мы еще риэлторы не берем за это деньги. Дальше идем. Второй пункт. Нет понимания, кто такой фермер и кто такой охотник. Смотрите, это не мною придумано. Я сейчас буду говорить с позиции HR-специалиста. У меня в HR-специалисте есть личный опыт 10 лет. Я сам принимал людей на работу. Я был руководителем HR-отдела. То есть я понимаю, о чем я говорю. Когда HR-специалист принимает риэлтора на работу, он должен обратить особое внимание, что есть люди-фермеры, это те люди, которые готовы работать в долгую с клиентами. В основном фермеры работают именно с продавцами. Есть люди-охотники, это те, которые не любят долго работать с клиентами. Они поймали клиента, быстренько его отработали и побежали дальше. В основном охотники работают с покупателями. В чем здесь разница? Сейчас объясню. Если я фермер, у меня не хватает энергии. Ну, я утрированно говорю энергии. У меня не хватает энергии, я не готов бегать за покупателями вот так быстро. У меня все должно быть четко, ясно, понятно. И поэтому я могу работать с собственником. Почему? Потому что, как показывает практика, для того, чтобы продать объект недвижимости, без каких-то там открытых показов и опционов, на это требуется 90 дней, то есть 3 месяца. Я заточен под долгую работу. А охотник, это человек, который умеет найти клиента, но он не умеет с ним работать в долгий вариант. Он считает, раз я буду, пока я буду с тобой долго работать, пока ты там будешь что-то думать, размышлять, я уже 10 сделок закрою. И когда HR-специалисты принимают людей на работу, они всех отправляют в отдел охотников. А там уже люди отцами отпочковываются, те, у кого достаточно ума, они отпочковываются и уходят как в единую специализацию, это фермерство. Поэтому. Но человек сам, вот сам специалист, он пришел, он не разбирается, он не знает, кто такой фермер. Поэтому ему нужен человек-помощник, который его отправит туда. Это одна тоже из причин, по которой люди начинают выполнять абсолютно всю работу и в конечном итоге у них не получается ничего. Получается там одна-две сделки раз в месяц, раз в два месяца. Ну, я вам даже скажу так, сделка раз в месяц, это еще не у каждого бывает. Дальше. Третье. Нет профессионального обучения. Что я имею в виду? Агенты не учатся переговорам, а значит работают наугад. Но, смотрите, дорогие коллеги, переговоры это не продажи. Скажу так. Продажи это тогда, когда человеку что-то нужно. И вот мы ему пытаемся продать. Но когда человеку мы продали, и теперь идет уже разговор об условиях, там ни о каких продажах речи быть не может. Переговоры без, ой, продажи без переговоров быть не могут. А вот переговоры без продаж могут быть. Поэтому нас в большинстве случаев в отделах продаж учат чему? Учат продажи. То есть подготовки не учат. Это вообще большая ошибка в 99% случаев. Рассказывают. Не учат, а рассказывают. Что такое создание доверия? Что такое выяснение потребностей? Что такое презентация услуги? Что такое закрытие? И что такое возражение? Все рассказали, но не научили. А теперь смотрите. Если я обладаю навыками продаж. И я прихожу к человеку. Я ему продал. Все. Человек заинтересовался. А потом моя задача заключается в том, чтобы правильно провести переговоры. Уже на каких условиях будет заключена сделка? Ведь покупатель, он же искренне говорит. Да, я согласен купить эту квартиру. Я готов. Вы мне, Андрей, ее продали. Продавец говорит. Да, Андрей, я готов этому покупателю продать. Все. Давайте будем оговаривать условия. И большая часть сделок рушится. Не на моменте, не на этапе продаж. А на этапе переговоров. Почему? Потому что завтра сталкиваемся мы с такой ситуацией, что у покупателя не хватает каких-то денег. И он просит расстрочку. Какие здесь могут быть продажи? Здесь нет никаких продаж. Моя задача как специалиста, как риэлтора, уже провести переговоры так, чтобы продавец согласился подождать. То есть найти эти точки соприкосновения. Покупатель говорит. А я не буду сейчас большой задаток передавать. Я вот дам 10 тысяч рублей и все. Но мы же понимаем, что такое 10 тысяч рублей. Наша задача сделать так, чтобы он заплатил больше. И объяснить ему это. Но в связи с тем, что нас учат продажам, но не учат переговорам, получается так, что мы свою услугу по эксклюзивному договору продали. А вот объяснить условия, то есть донести свою точку зрения, что подписан этот договор должен быть по рыночной цене, мы не умеем. Вот это и говорит о том, что нет профессионального обучения. Я скажу таким образом, вы знаете, только сейчас начинает происходить востребованность в профессиональном обучении. Приведу такой пример. Ну вот давайте скажу так. Мне звонит, ну это я реальную ситуацию говорю. Мне звонит одна компания, которая говорит, Андрей, нам нужно, чтобы ты пришел и научил наших людей. Строительная компания. Научил наших людей продавать. В ходе диалога я понимаю, что в принципе с продажами у них неплохо. Я им говорю, вам продавать не нужно научиться. Давайте я научу ваших сотрудников правильно вести переговоры по телефону. Тогда они не будут сливать клиентов, а значит вы не будете сливать бюджет. Они говорят, хорошо, да, давай, мы согласны. На что я сказал. Первый месяц я работаю за 300 тысяч рублей. То есть оплатной части и процент с продаж. Второй месяц, то есть если вы видите мой результат, ну если вы видите мой результат, вы платите мне деньги. И мы с вами обсуждаем по 500 тысяч рублей в месяц плюс процент. Они говорят, Андрей, ты что, с ума что ли сошел? Как это, ты вообще о чем говоришь? У нас бизнес-тренер получает 40. Я им задаю вопрос. То есть я правильно понимаю, вы платите человеку 40 тысяч рублей для того, чтобы он научил вас, ваших менеджеров зарабатывать 150? Ну, ребят, вы о чем? Если человек себя не может продать за, грубо говоря, за 150, то как он может научить этому вашему? Задумались. Да. Потом говорят, Андрей, ну это все равно, как бы это бешеные деньги. Я говорю, вот смотрите, я знаю, что вы ежемесячно тратите на рекламу минимум 8 миллионов рублей. Я готовился к этой встрече. 8 миллионов рублей вы тратите для того, чтобы привлечь покупателей. Ваши менеджеры по продажам сливают, сливают эту информацию. То есть они просто-напросто не обрабатывают клиента. И я показал, как они это делают. Я сделал телефонный звонок перед тем, как пойти к ним на собеседование. Они меня действительно слили. То есть я говорю, вот, 8 миллионов рублей вы готовы сливать, но при этом не готовы мне платить 500 тысяч рублей. Интересный подход. Они говорят, да, мы не готовы. Продал я себя? Продал. Раз они вели со мной диалог, они заинтересовались. Но мы не договорились об условиях. Я не готов работать за 40 тысяч рублей, обучать людей, чтобы они зарабатывали 150. У меня в голове это не укладывается. Поэтому обучение компании, к великому сожалению, профессионального не дают. Почему? Потому что профессиональных тренеров на сегодняшний день на рынке раз, два и обчелся. Я не говорю, хороший бизнес тренеров целая куча. Хороший. А вот тренеров хороших их практически нет. Они настолько на расхват, что, грубо говоря, ну, до них просто так не достучаться. Не будь бы у меня работы, я бы, наверное, может быть, тоже был бы помягче. Следующий. Четвертая проблема – это работа по всему городу. Это вообще просто-напросто. Мы квартиру, риэлторы, мы квартиру берем. Давайте я буду говорить про город Краснодар. В фестивальном микрорайоне взяли. Потом мы едем на Петра Метальникова. А чтобы у вас было понимание, между ними 10 километров. И для того, чтобы там такие пробки, для того, чтобы доехать с одной точки на другую, порой надо час как минимум. То есть, зачем я беру на фестивальном микрорайоне, на Петра Метальникова, на Комсомольском микрорайоне, на Юбилейном? Зачем я понабрал себе квартир по разным частям города, когда я буду ездить? Когда можно работать в одном квадрате и ходить пешком от квартиры до квартиры. Поэтому, работая по всему городу, мы тратим время, но никаким образом нас это не приближает к сделкам. К сделкам приближают, но, еще раз повторюсь, к одной сделке раз в месяц, раз в два месяца. Дальше. Шестое. Работай с покупателями и с продавцами. Это вообще просто-напросто какое-то гиблое дело. Ты либо работаешь с продавцом, либо ты работаешь с покупателем. Почему? Потому что это абсолютно две разные системы работы. Абсолютно две разные системы. Вот, допустим, в переговорах есть такое понятие. Когда мы выступаем, допустим, когда я выступаю в качестве защиты перед судьей, я говорю в одном тоне. Когда я говорю как оратор, который должен сделать так, чтобы выборы прошли хорошо, я уже говорю в другом тоне. И теперь что получается? Для того, чтобы провести переговоры с покупателем, это один навык. Для того, чтобы проводить переговоры с продавцом, это другой навык. Каким бы ты ни был профессионалом, но когда ты сталкиваешься, что тебе платит и продавец, и покупатель, все твои навыки, они просто-напросто спускаются в унитаз. Почему? По одной простой причине. Чьи интересы ты будешь отстаивать? Давайте представим адвоката, который говорит, я буду представлять интересы подсудимого и обвинителя. Все. Вот встал адвокат, встал на защиту подсудимого, что-то проговорил, тут же пошел, сел, опять встал и начал же этого подсудимого обвинять. Ну, какой смысл? Каково мы, как сказать, чьи интересы я усматриваю? И из-за того, что человек не может усматривать интересы двух сторон, не может усматривать двух сторон, естественно, получается каша-маша. Ты выбери, вот я даже приведу такой пример. У меня был момент, когда, ну это несколько лет назад, был момент, когда я такой думаю, так, что-то дела идут плохо, Пойду-ка я устроюсь в такси. Хорошая, нормальная профессия. Я поговорил с ребятами, задал вопрос, сколько получаете? Говорят, пять тысяч в месяц, ой, в день спокойно мы имеем. Ну да, там объяснили, что они как бы работают. Поверьте, коллеги, я работяга очень редко смею. Я не ломовая лошадь, я тот самый бессмертный понь. Что вы думаете? Меня хватило в этом такси ровно на три дня, для того, чтобы я принял решение и понял, подожди. Ты зарабатываешь в такси, у тебя получается, одну секунду, неожиданный звонок. Я поработал в такси, да, я заработал за три дня, но я не заработал там 15 тысяч, потому что я пока только вникал, но 5 тысяч за три дня я заработал. Я просто сел и подумал, для того, чтобы мне заработать 5 тысяч рублей за три дня, мне понадобилось рабочего дня 12 часов. А когда я буду заниматься тем делом, которым занимаюсь я, получается, никогда. Что я принял решение? Я просто-напросто ушел с такси, и я понял, пусть лучше будет тяжело, пусть я лучше сейчас подужмусь, но при этом я буду целенаправленно работать своим делом. Точно так же и здесь. Мы либо ищем покупателя, либо ищем продавца. Здесь надо сделать вид. Шестое. Извините, коллеги. Шестое. Самое главное, не делают анализ своих успехов и неудач. Вот, давайте здесь разбираться. Смотрите. Я сделал сделку. Сделал сделку, я молодец. Но я не проанализировал, как я ее сделал. А раз я не проанализировал, как я ее сделал, значит, это говорит о чем? Это говорит о том, что я не могу это повторить. Теперь, я провалил сделку. Я опять не провел анализ, то есть я не сделал вывод каких-то своих ошибок. А раз я не сделал вывод своих ошибок, это говорит о чем? Это говорит о том, что я не смогу повторить это. То есть я, точнее, буду повторять и дальше эти ошибки. Если я не делаю выводы из своих ошибок, я буду их повторять дальше. Как эта фраза? Тот, кто не знает истории, в общем, кто истории не знает, тот получает одни и те же удары по голове. Но забыл. Поэтому, уважаемые коллеги, делайте анализ своих достижений и делайте анализ своих права. Смотрите, почему я пришел к такому выводу. Были у меня случаи, когда я работал в одной компании, управлял этой компанией. И мне топ-менеджеры говорят, о, топ-менеджеры, топ-риэлторы, то есть это лучший риэлтор. Я был топ-менеджером, а не топ-риэлторы. И эти топ-риэлторы мне говорят, ой, Андрей Викторович, что ты нам будешь объяснять? Мы вот красавцы, дай нам людей, мы будем их обучать. Я говорю, вообще не вопрос. Садись, рассказывай, пожалуйста, как ты делаешь сделки. Ну как, вот человек позвонил, я поднял трубку, пригласил, подписали договор. Я показал квартиру, закрыл его, я не против. Ты мне сказал пошаговый план действий. Ты мне расскажи теперь, благодаря чему ты человека смог привлечь в офис. Расскажи мне, благодаря какому навыку ты узнал у него потребности. Почему ты показал ему 2-3 квартиры, не больше, как у тебя это получилось? И они мне все как один под копирку. Что за глупые вопросы? Ну как, 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 вот так, вот. То есть они мне объяснить алгоритм своих действий не могут. Скажу так, это люди, которые в подсознании уже натаскали свой навык до такой степени, что им не нужно задумываться, как и что они делают. Это, конечно, круто, но это не настоящий профессионализм. Настоящий профессионализм это тогда, когда ты можешь пояснить, как ты этого достиг. Дальше. Это я привел аргумент, почему люди не делают анализ того, как они достигли. И потом, получается, проходит пару лет, они снижаются, рынок меняется. То есть вчерашняя модель их не работает. А так как они эту модель не знают, они повторить не могут. А теперь я прослушиваю телефонные звонки, я прозваниваю сам лично риэлторам, даю им, грубо говоря, как тайный покупатель, даю им разного рода возражения. Что вы думаете? Они эти возражения слышат как первый раз. Вот как будто первый раз. Вот только ты вчера на это возражение, мы с тобой, грубо говоря, ты попадался, мы с тобой его отрабатывали. Почему ты его сегодня допускаешь, опять отработать не можешь? Сидит глазами хлопает. Но возражение же было не такое. А какое было возражение? Ну, вчера было дорого. А сегодня у меня нет таких денег. Чем оно отличается? Дорого и у меня нет таких денег. Абсолютно одно и то же возражение, только с разных углов. Все. В связи с тем, что мы не записываем ответы на возражение, у нас не получается делать анализ. Извините. У нас не получается делать анализ. Вот и все. Дальше. Седьмой пункт, это что нужно сделать для того, чтобы достичь результата, ежемесячно зарабатывать от 150 тысяч рублей в месяц. Первое. Определиться, кто ваш клиент. Я проговорил. Есть такой товарищ Адизис. Ицхак Адизис. У него есть замечательная книга. Она называется Идеальный руководитель. Вот. Ицхак Адизис. Идеальный руководитель. Он там раскладывает людей на четыре типа. Менеджер, администратор, ну и назовем их вот фермер, и он их по-другому называет, но мы переводим их как фермер и как охотник. Определитесь по этой системе, кто вы. Если вы менеджер, или вы администратор, не лезьте вообще вы в этот риэлторский бизнес. Не лезьте вы в риэлторский бизнес. Если у вас первое А и Ай, то тогда продажи это ваши. Тогда вы можете работать. Вот согласно этому опросу, анализу, вы поймете, кто вы. Если вы охотник, возьмите работу себе с покупателями. Если вы фермер, возьмите себе работу от собственника. Это первое. Определитесь, кто ваш клиент. С кем вам проще работать. Я не говорю, есть люди великолепно, люди работают с покупателями, закрывают от 10 сделок. Я лично таких людей знаю, вообще никаких претензий. Второе, что нужно сделать, понять принцип работы продавца-покупателя. Работа с продавцом это одно, работа с покупателем это второе. Сейчас давайте в двух словах объясню. Когда мы работаем с продавцом, наша задача работать только на одной территории. И вот как раз наша задача наводить мосты и контакты с агентами, которые работают от покупателя. Чтобы предлагать им свои объекты. Если мы работаем от покупателя, то да, нам придется тогда работать по всему городу. Но в связи с тем, что мы не можем по всему городу выучить все объекты недвижимости и всех застройщиков. Потому что они меняются каждый раз. Нужно выискивать конкретно. Если мы работаем по первичке, значит нам нужно выискивать у каждого застройщика своего менеджера. Я рассказывал эту историю много раз. Я терпеть не мог продавать первичку. Я люблю работать от продавца. Для меня работать от застройщика, от покупателя, это какое-то, знаете, не мое. Не мое. Я не люблю. Я работаю от продавца. Поэтому я сдружился с застройщиками, с конкретными менеджерами. Я брал покупателя. Приводил их. Моя задача была довести до отдела продаж. Потом в отделе продаж я говорил менеджеру. Я тебе привел. Сделай так, чтобы он купил. Все. Найдите менеджеров по продажам у застройщиков. Работайте с ними. Если вы работаете с покупателем и предлагаете вторичку, найдите агента, который там работает. Работайте через агента. Вы увидите, как ваша конверсия в продаж увеличится. И третье. Это набраться терпения и оттачивать этот навык. Оттачивать, оттачивать, оттачивать. Ничего не бывает быстро. Практика показывает следующее. Три месяца человек вообще не понимает, что происходит в риэлторском бизнесе. Через полгода он более-менее начинает понимать. Через год человек может сказать, все, я понял, разобрался, как работает риэлторский бизнес. И в последующие два года человек будет отрабатывать навыки. И только через три года человек может сказать, да, вот теперь я действительно профессионал. Поэтому набираемся терпения, если мы хотим работать в риэлторском бизнесе. И работаем, работаем, работаем. Через три года вы увидите, как ваша конверсия будет расти. И вы сможете делать 10, 20, 30, 50 сделок в месяц. Это пойдет по накатанной, вот таким вот образом. Что я могу еще порекомендовать? Как выходить из этой ситуации? Ну, смотрите, давайте быстро пробежимся. Нет понимания, как работает бизнес. Приходите на консультацию. Максимально подробно все разложу по полкам. Возьмем конкретно вашу ситуацию. Посмотрю, где вы допускаете ошибки. И сам лично все объясню, что нужно сделать. Прямо нарисую картинку и дам инструкцию. Делай раз, делай два, делай три. Второе. Нет понимания, кто такой фермер, кто такой охотник. Ко мне не надо приходить. Берете просто Адизиса, Ицхака Адизиса. Идеальный руководитель книгу. Читаете, себя типируете и понимаете. Дальше. Третье. Нет профессионального обучения. Приходите ко мне. Приходите ко мне. Либо я вам даю разовые консультации. На разовые консультации ко мне приходите. Я вам показываю, в каком направлении нужно работать. Либо приходите ко мне, я конкретно беру вас. Беру вас. И мы начинаем с вами плотно заниматься. Есть одно условие. Меньше, чем на три месяца, я людей больше не беру. Минимум только на три месяца. Дальше. Четвертый. Да, если вы руководитель агентства недвижимости, имейте в виду, как бизнес-тренера, то есть приходить рассказывать, ко мне можно даже не обращаться. Но я возьму ваших людей, буду ставить. Ставить им конкретный навык. Это совсем другая работа. Все, что касается просто рассказать, от этого я ушел. Я конкретно ставлю людям навык. Дальше. Четвертое. Работают по всему городу. Приходите ко мне. Посмотрим вашу ситуацию. И в качестве одной консультации, одна консультация у меня длится час-полтора. Стоит она пять тысяч рублей. Как перейти с работы по всему городу на одну территорию. И сюда же мы сразу вставим работа с покупателем, с продавцом. Разложу по полкам. Один раз пришли, получили консультацию. Дальше пойдете уже по, так сказать, по карте искать свое сокровище. Шестое. Самое главное. Не делайте анализ своих успехов и неудач. Приходите. Покажу все ваши успехи. И покажу все ваши неудачи. То есть, если вы успешный агент. И вы делаете сделки. Больше трех сделок в месяц. Но не понимаете, как это все происходит. Не можете разобрать. Приходите конкретно. На вас все разложу по полкам. Где ваши сильные стороны. И благодаря чему у вас это получается. Если не получается сделать. Покажу конкретно, на какие ошибки стоит обратить внимание. Разовая консультация, еще раз повторю. Стоит пять тысяч рублей. Займет времени час-полтора. За этот период времени вы сэкономите минимум полгода своей работы, своих знаний. Откуда я это вам скажу? Скажу из личного опыта. Больше двадцати лет в риэлторском бизнесе. Уже больше двадцати трех лет в переговорах. Понимаю, о чем говорю. Ну что, дорогие мои коллеги. Надеюсь, что сегодняшний эфир был для вас полезным. Если есть у кого-то какие-то вопросы, задавайте. С огромным удовольствием на них отвечу. С огромным удовольствием. Давайте, жду буквально минутку. Можете задавать в чате, в письменном виде. Можете подключиться со звуком. Дал такую возможность. Если интересно, какие-то вопросы задавайте. Чтобы попасть ко мне на консультацию, скажу сразу. Телеграм-канал. Либо пишите мне в личную. Андрею нужна консультация. Либо просто под этим видео оставляйте комментарий консультации. Я с вами свяжусь. Сразу хочу сказать, пока вы думаете, есть вопросы или нет. Коллеги, смотрите такую. Я как-то делал выпуск один. Извините, видимо, поднакричался я. Любитель я поорать. Но сейчас занимаюсь ораторским мастерством. Поэтому думаю, что в ближайшее время. Ну, так скажем, этот год решил посвятить полностью занятию этому. Навыку посвятить. Смотрите, дорогие коллеги, что я хочу сказать. Почему очень важно сейчас задуматься. В 2016 году я приехал в город Краснодар. Я эту историю уже рассказываю миллиардный раз. Я обратил внимание, что все занимаются работой с покупателем. Я сказал, зачем вы занимаетесь работой с покупателем, если у вас нет базы. Мне все сказали, Андрей, отстань, не балуйся. Прошло 4 года. В 2020 году все дуром поперли. Андрей, научи нас подписывать эксклюзивные договоры. То есть востребованность пришла. Дай бог памяти. По-моему, 2022 год, когда начались скачки, когда начался рост недвижимости. Те, кто не умел работать с продавцами, работали с покупателями, ничего практически не заработали. Почему? Потому что цены начали расти, покупатели начали отказываться, продавцы начали отказываться. Но буквально за полтора, за два месяца огромное количество риелторов стали миллионерами, потому что сидели на эксклюзивных договорах. И я вам, уважаемые коллеги, говорю следующее. На сегодняшний день, да, сложно найти объект недвижимости. Сложно. Почему? Потому что очень много фейков, очень много агрегатов, которые всяко-разно размещают. Но сложнее продать объект недвижимости. И вот те люди, которые сейчас говорят о том, что с продавцом работать не стоит, поверьте, дорогие коллеги, в самое ближайшее время, еще пару-тройку лет, вы пойдете искать себе работу. Почему? Потому что скоро и покупатели перейдут на эксклюзивный договор, а это значит, что с одним покупателем по 10 риелторов работать не будут. И скоро на рынок выйдут новые агенты, которые уже будут разбираться в риелторском бизнесе. Потому что сейчас для того, чтобы разобраться, что такое риелторский бизнес, создается абсолютно все. И многие компании переходят уже на работу по эксклюзивным договорам. Поэтому, если вы хотите и дальше зарабатывать в риелторском бизнесе, я вам прямо вангую. Учитесь работать на эксклюзивных договорах. Учитесь ценить свое время. Каждый год, я в 2009 году переехал в Краснодарский край. Я заезжал в город и выезжал с города, мне было достаточно там буквально часа. Не было таких бешеных пробок. Сейчас, чтобы в город заехать, час, чтобы выехать, час, чтобы по городу проехаться, час туда, час обратно. То есть, поймите, время сегодня дорожает. Следующий еще момент скажу. Сегодня покупатель тоже дорожает. Каким образом? Сегодня все, авито поднимают цены, все поднимают цены. Сегодня покупатель становится гораздо дороже. Делайте выводы. Поэтому, все, кто хочет побыстрее сократить свое обучение, приходим ко мне на консультацию. Я все подробно объясню, расскажу, что нужно. Ну что, коллеги, раз вопросов нет, спасибо вам огромное за то, что вы присутствовали, послушали. Кто-то будет смотреть в записи. Задавайте вопросы. Тоже готов буду на них ответить. Видео как обработаю, вопросы причины выложу, точнее, вопросы причины перепишу и видео обработанное выложу. Всем отличного вечера, хороших идеальных продаж. Да, может быть, я сегодня поругался, но поступил как настоящий друг. Ну, хоть не друг, но как настоящий друг, сказал всю правду, матку в глаза. А принимать вам ее или нет, это уже дело ваше. Всем отличного вечера, а я пошел гулять и сгонять свой лишний вес. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok